привет друзья привет всем привет youtube приехал ко мне посылка с алиэкспресса здесь арбалетные стрелы и наконечники как-то одно время это была проблема отправка в россию вот но сейчас такого нет и там какие-то были всякие там дурацкие глупые советы значит изменить там страну назначения потом согласовывать там перенаправлять адрес и прочее сейчас все смотрю но у некоторых поставщиков с алиэкспресса там стоит красным значит кроме российской федерации ну в общем то как бы это уже рудимет в основном сейчас ничего спокойно отправляют российскую федерацию думаю что там что как там таможне ну вроде нормально причем пришла на посылка очень быстро но не помню точно сколько времени но буквально неделю наверно шла неделю но 10 дней то есть вообще четко прямо со свистом приехала почти мгновенно ну и сейчас посмотрим чё там как там что не далеко не самые дешевые стрелы ну принципе наверное если поискать можно на и подороже найти но эти не дешевые потому что ну конечно принципе говорю с там эстонами и прочими дам нормальными производителями все же таки наверно не сравнишь но уровня наверное интерлопера вектора и прочего я думаю что должно быть лучше по крайней мере надеюсь не хуже хотя вроде бы как там хуже проблема проблема этих стрел чем потому что в общем-то микс карбоновый да и вроде бы как вектор заявляет что не стопроцентный карбон тут у тех кто с алиэкспресса покупал всегда возникает вопрос все-таки что за стрелы они купили потому что это фиберглаз карбон или микс карбон и фиберглаз но тут есть проблем потому что ну конечно если этот как они там называется сейчас принесу свою стрелу палетную нормальную нормальные хорошие стрелы мехи который карбон который называется как они там максимум или как как у них там точное название просто моих им по-моему что-то еще на них есть в общем вот такая вот стреляя именно стреляя там по мишенькам ну так какое-то количество выстрелов они сделали с учетом того что этот стрелоприемник такой говеный из этого ну из в этой вспененной херни ну что если какой-то нормальный хороший качественный западный заказывать нож дороговато заказывать можешь принципе говоря заботиться этим они там немножечко бьют сильно прикипает вытаскивать оттуда проблемно желательно этому стараюсь если уж там есть возможность там силиконом смазать потом получается как-то сейчас уже привык уже не тянешь а по возможности просто их они потому что здесь как это припекает видно наверно но входят такая сила удара прочего эту штуку и там потом как бы так вот стараюсь и провернуть провернуть чтобы они отлипли а потом что потихонечку потихонечку начинаешь вытягивать потому что просто сходу не вытянешь если лучные стрелы они как-то не прикипают эти прикипают в общем нормальные стрелы посмотрим что там сейчас китайцы прислали по моему они там 20 дюймовые стрелы и в общем сейчас выясним что там к нам приехал ну смотрим упаковка вроде бы нормально немножко ее помяли нового ладно пока что чисто внешность стрелы целые вот такая вот штуковина там лежала сути просим наверно они туда были вставлены но наверное она выпала далее хорошие стрелы и поэтому я говорю вы когда будете выбирать да в принципе вы сразу не вообще стрелы которые дешевские на но с учетом того что например какая хорошая стрела вот такая махим до стоит ну наверно сколько получается по моему три с половиной тысячи за шесть штук что ли да выходит 500 600 рублей но но где-то стрела на нормальная такая 500 рублей до тысячи тысячи это уже full metal джекл джек джекет который там карбон карбон алюминий прочее но хорошая стрела но в среднем 500 600 рублей на алиэкспрессе там зависимости от партии наверно они может от 100 рублей там ну наверно до трехсот вот это по моему стрела там наверно я в я точно не помню правда вот как-то вроде было недавно но уже забыл как если глянуть то может вроде там 200 300 рублей по за штуку там вышло и именно вот такие вот я выбирал с потому что там у них по моему этот кто там эстон или кто там есть там какой-то но опять-таки он не оригинальный все равно поддельно ну наверно как бы под бренд под бренд и с такой вроде бы как позиция типа ну типа ништяк но я предпочел вот такие оперения и стрелы вот такие битве битве тоже как-то отдельно стоящий бренд у них там если смотреть там много разных 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 гораздо на алиэкспрессе так вот что поговорить об алиэкспресс много разных поступщиков но там буквально если смотреть так вот ну может там 23 если смотреть смотреть там 23 там четыре может быть ну буквально 23 на мой взгляд там таких основных автор магазинах hunting там прочее но и у них там разные позиции то есть стрела для лука в стрел для арбалета стрел для лука причем хороший Почему-то длинные 30-дюймовые Они как-то получается дороже Тоже нужно будет потом озаботиться Ну и всякие там наконечники Прочие Ну то есть позиция такая Магазин, именно магазин, который специализируется На какой-то определенной позиции И буквально там по-моему единственный Магазин-поставщик Который именно вот эти оперения БТВ Именно вот эти я выбрал Потому что они в принципе похожи Они такие чем-то на вот эти мэхины На стрелы На оперение Вот Дальше значит Смотрим Сейчас весы принесу Взвесим так По длине По длине Вот они чуть Чуть длиннее по весу Ну вот эти кстати я взвешивал У них есть там какие-то такие буквально там Небольшие Незначительные Отличия Ноки значит вот сделаны алюминиевые Холстовичок нормальный Чисто внешне там Да, может микс какой-то Но чисто внешне вот видно Ну вот видно, что карбон Видно, что карбон Вот И по жесткости Ну нормальные такие Я же не знаю Как бы за счет получается Наверное того, что они Короткие и жесткие Но наверное Сколько там Наверное здесь Вот Шестьсотка Шестьсотка Наверное То есть по сути дела Вот по жесткости Они Ну Как бы даже меньше прогиб Име Чем вот эти вот мэхины Жесткие стрелы Хорошие Ну Приклейка Ну Как сказать Вот нормально Ну В плане Эксплуатационных Их возможностей Еще не знаю Но вот Сделано Ну все Все ништяк Вот Как ни странно Значит Не Не говно Ладно Видно Смотрим Серьезно Стрелы 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 Так 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 Ну Ну В принципе Я говорю Что они Берут трубки Берут трубки Берут Вклеивают Концевики Ну Вот есть Здесь такие Огрехи То есть Если здесь Сделано Идеально Ровно Вот Вот Здесь Вот Видите Как Тут Вот Тут Вот Есть Немного Некоторое Несоответствие Размерам Ну В принципе Наверное Теоретически Может Даже Может И нужно Убирать Это Нулевкое Потому Что Вот Смотрите Да Хвостовик Все Так Как Отличается Ну Ну Видно Что Видно Что 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 Там Нех Сделано Но Что Что То Недоделано Здесь У меня Завусенец Какой То Кстати Оказался Вот Здесь Есть Некоторые Несоответствия На всех В принципе Да Сами Вот Эти Хвостовики Ноки Как Называются Или Ног Это Перед Вот Есть Некоторые Несоответствия Диаметра Здесь Здесь Нормально Здесь Точно Подольный Размер Здесь Нормально Здесь Нормально Так Смотрим Тут Что Они Накидали Наконечники Завернули В пакетик Наконечники Накидали Сколько Тут Стрел Шесть Штучек Заказывал Штучек И приехал Если Заказывать Больше Получается Дешевле Ну И то Вышло Наверное Там С учетом Наконечников Тысячи На две Правда Бесплатные Достаточно Наконечники Такие Вот Классической Формы Сейчас Остановлю Потом Взвесим Так То Что Что касается Стрел Наверное Ладно Давай Наконечники Делаем Второе Видео Чтобы Это Все Ну Посылка Короче Так Это Назовем Посылка С Алиэкспресса Стрел Боу Гантер Значит Наконечники Такие И Наконечники Такие Вот И Пришли Они Одного Вида Должны Были Быть По Моему Должны Были Быть Разные Мне Мне Так Кажется Вот Потому Что Было Шесть Таких Шесть Таких А Пришло Шесть Одинаковых Короче Все равно Что-то Значит Ну Самые Популярные Потому Что Они Ну Цена Такая Более Менее Приемлемая И Чуть Подешевле Эстонов Карбон Экспресс Карбон Экспресс Майхи По-моему Самые Популярные Наверное Из таких Среднебюджетных Стрел Но Хорошего Качества Это Максима Ага Карбон Экспресс Максима Эти По-моему Эти Дорогие Тем более Они Камуфлированы Я И Как Они Называются Ну Которые Оригинальные Экскалибур Стрелы Сейчас Мы Весим Сравним С этими Наконечниками Думаю Наверное Будет Интересно Весили Наконечник 8,2 Грамма Весили Наконечник 8,2 Грамма На Карбон Экспресс 8,2 Грамма Все Как и Положено Тут На Максиме Карбон Экспресс Наконечник 8,1 Ну Значит Получается Стандартный 8,2 Грамма Это Сколько Там У них Там Было Не Помню В Этих В Эх Других Величинах Ну Короче Которые Больше 9,8 На Экскалибуре Наконечнике Более Тяжелые 9,8 Грамма Потому Что Стрела 18 Дюймовая И Сама Стрела Сама Стрела В общем То Покороче Единственное Что Вот здесь Вот сделано Вот видите Как еще Ноки Такие С резьбой Ну Видно Под эти Светящиеся Элементы Но у меня Их нету Как-то Все собирается Завестись Тоже Наверное Хорошее Дело Дорогие Они Ну Дальше Наконечники 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 8,1 Так что Так С наконечниками Все В полном порядке Стрела С наконечником Я весь Наверное Вместе Так Ходит Все Нормально Для Стрел Которые Стоят По-моему Ну В два Раза Дешевле Чем Эти Майхем Вроде Как Нормальные Могли Вы тут Сделать Наверное Еще Какую Нормальную Красивую Напись Так Получается Вроде Б Б ТВ Оперение Ну Сами Само Древко Такое Но Нейм Да Получается Но Нейм Так Смотрим Мэхем Карбон Экспресс 29 Максима Карбон Экспресс 27 3 Майхем Самые Тяжелые Экспресс 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 26 1 Самые Легкие Ну В принципе Получается Из-за того Что они На 2 Дюйма Короче Чуть Тяжелее Наконечник Ими Не стрелял Были В комплекте С Арбалетом Их Можно Заказать Наверное С С Ебэя Вот Возможно Ну Или С Фирменного Сайта Ну Ничего Не заказывал Для Экскалибра Потом Сейчас Санкции И Даже Не знаю Как Сейчас Там Все Приходит Мне Там Нужен Был Значит Эта Планка Вивера Для Арбалета Такая Тройная Экскалибровская Там Всех Наших Обзвонил Думаю Российских Может У кого-то Завалялось Говорит Нет 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 Ну На Эбэе Есть Вы Чего Не Возите Говорит Ну Не Фак Что Придет Ну На Россию Не Знаю Как Там Приходит В принципе Поэтому Вы Можете Стрел Заказывать Стоят Они Достаточно Дорого Ну Сделано Качественно И Наверное Они Как Раз На Экскалибру Развивают Максимальную Скорость Вот Короче Еще Раз 26,2 Грубо Говоря Этот 27,3 Ну И Самая Тяжелая Стрела Карбон Экспресс Мехин 29,29 Все Теперь Момент Истинно Взвешиваем Значит BTV Смотрим Что у нас Получается Так 27,6 Сначала Расхождение Весе 27,5 27,6 27,7 27,7 Ну Давайте Попробуем Вот так Сделаем Посмотрим Стрела Или Наконечник Дает Погрешность Смени Посмотрим Что выйдет 27,6 Как Так Было По-моему 27,7 Ну В принципе Вот Одна Десятая Грамма Расхождения 27,7 27,6 27,8 Еще раз 27,5 27,8 27,5 Ну Весы Значит Попиживают Получается Немножко Может В зависимости В зависимости Того Как Легла 27,5 Пошло 27,4 Теперь Теперь Весы Решили Показать На 0,2 Грамма Меньше В принципе Расхождение По весу Минимальное 27,6 27,7 Теперь Они Решили Показать Чуть Больше 27,5 27,5 27,8 Так Ну Повторим Эксперимент Сменим Наконечники 27,7 Теперь 27,6 Ну Так Вес Точно Совпадает В принципе Отклонений Не больше Чем На Карбон Экспрессе На Мэхиме На них Тоже Так же 1,2 Отклонения Такое же 27,7 27,7 27,6 Так Что Повторим По весу Нормально По длине Если сравнить Ну В общей сложности Чуть длиннее Они получаются Вот Вот Так Вот 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 Карбон Экспресс Вот Эти Видите Ну Это Такая Жить Карбон Экспресс Одинаковые Вот Вот Такие Стрелы Ну Как Себя Покажут В эксплуатации Не знаю Ну По крайней Мере Я не вижу В них Каких-то Таких Видимых Дефектов Вот Эти Только Вот Если бы Сделал бы Наверное Более Массивные Да Было Наверное Лучше Есть Вроде Есть Остается Показать Наконечники 12 штук По-моему Я заказывал Их Разные Прочти Одинаковые Хотя Может Я ошибаюсь Честно Говоря Не помню Но Просто Нафиг Я бы Заказал 12 штук Одинаковых Это же Тупо Правильно Насколько Я помню Я их заказывала Разные Поэтому Ладно Наконечники Вот Тоже Нормальные Приехали Сейчас Еще Отдельное Видео Сделаю Все 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 Куча Не Платят Продолжение следует...